Накануне инаугурации президента США власти штатов предпринимают беспрецедентные меры безопасности. В частности, во всех 50 штатах активированы части Национальной гвардии и полиции для охраны местных правительственных учреждений. Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в Вашингтоне, округ Колумбия. Чрезвычайная ситуация в столице США продлится до 24 января. По официальной информации, около 25 тысяч военнослужащих направлены в Вашингтон, округ Колумбия. Батальоны Национальной гвардии здесь рассредоточены вокруг Капитолия и ряда правительственных зданий. Как подчеркивает пресса, служащие Национальной гвардии, направленные в Капитолии штатов впервые со времен гражданской войны. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом также направил части Национальной гвардии к Капитолию в Сакраменто и к местным правительственным учреждениям. Дорожная полиция штата Калифорния, курирующая охрану Капитолия в Сакраменто, отказала в заявке активистов республиканской партии на протестный митинг, который планировался на грядущее воскресенье. Представители местной власти распорядились разбить ограду вокруг здания высшего законодательного органа штата. Ранее Федеральное бюро расследований распространило сообщения о возможных выступлениях вооруженных протестующих в ряде штатов, в том числе и в Вашингтоне, округ Колумбия. У спецслужб имеется информация о том, что якобы некая группа планирует напасть на административные здания в некоторых штатах. Сообщается, что Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации нового президента. В среду действующий президент опубликовал официальное обращение, осудив насилие, призвав американцев не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю к тому, чтобы не было насилия, не было нарушений закона и не было вандализма любого рода. Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка. Я призываю всех американцев помочь уменьшить напряженность и сохранять спокойствие, говорится в заявлении Трампа. Отметим, что на этой неделе Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, обвинив 45-го президента США в подстрекательстве к мятежу. Таким образом, Трамп является единственным президентом в истории США, кому был предъявлен импичмент дважды. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что 20 января Джо Байден станет президентом и главнокомандующим, передает служба новостей Голоса Америки. Субтитры создавал DimaTorzok